Здравствуйте, друзья! Вот капустка готова. Ну, прошло от силы, может быть, минут 7, может быть, 10. Я еще ее сбрызнула оливковым маслом, перед тем, как в духовку ставить. И она не мягкая такая, тверденькая чуть-чуть. Как бы мягко-твердая, очень вкусная. Просто супер! Мой муж Владислав, он не любит мягкую такую, разлазивающуюся капусту, и я тоже. И такая прелесть, мы даже иногда ее, конечно, кушаем сырую, добавляем в салатики. Мужу нравится хрустеть, но мне нравится больше приготовленная цветная капуста. Еще вам рассказываю прикол из жизни. Ко мне собиралось всегда много друзей. И, как помню, Марина, наша подруга, будем называть так. Она живет в Староженецкой области. Сын ее на постоянке в Англии работает. А она тоже ездила на подработку. Они строят дом в Староженце, Черновицкая область, городок Староженец. Тоже под лесом. Очень красивые места. Озера, реки там, и рыба свежая. Так вот, пришли они с мужем в гости. День рождения дочери праздновать моей. Я капусту как делала раньше? Я ее целиком отваривала. Потом я ее разбирала на какие-то части такие целенькие, соцветия. Или собирала несколько соцветий как бы в кучке. Обволакивала яйцом взбитым. И оно быстренько жарилось на сковородке. И получался вид у нее такой, как отбивная. Очень красивый вид. Она такая смотрит, говорит, Жанна, это что? Это куриная отбивная? Я говорю, нет, это цветная капуста. Она так попробовала, говорит, ой, как вкусно. Я никогда не знала, что эту цветную капусту можно так готовить. Говорит, у меня на огороде росла. Я ее порезала как-то в салат. Мне не понравилась какая-то она невкусная, такая хрустящая. Я ее всю и выкинула. Ну, мы посмеялись, конечно. Вот так сказ, как цветная капуста превратилась в куриную отбивную. Пока-пока. Буду вас дальше веселить.